Я сейчас внимательно слежу за ситуацией политической, военной, экономической вокруг Сирии. И это один в один напоминает сценарии 1998-1999 года накануне бомбардировок Югославии и 2003 года накануне вторжения бомбардировок Ирака. Вот, видимо, среди интеллектуальных центров мирового империализма, которые готовят эти самые, ничего не придумано новое. Значит, первое, то, что все сценарии военных действий выплескиваются через СМИ по одной схеме и накануне как раз периода, когда экономическая и финансовая система Запада терпит кризис. Вот сейчас, тогда это был первый удар по доллару, когда стало ясно, что доллара в спекулятивной экономике не выдерживать. Нужен был всплеск, чтобы отвелечь внимание и как бы сбросить часть долгов посредством военных действий. Второй коллапс доллара был как раз накануне падения башен-близнецов торговых центров и потом как отвлекающий маневр удар по Ираку. И вот третий сейчас, значит, печатный станок американский уже выпустил на 17 триллионов долларов, которые не обеспечены ничем, а деривативы составляют еще 35 триллионов долларов во всем мире. Значит, мыльный пузырь начинает лопаться. И они пытаются убить, значит, разрешением военных конфликтов в Сирии двух зайцев. Первое, опять же, сбросить в себя ответственность за мировой финансовый кризис. И второе, решить свои вопросы на Ближнем Востоке новым переделом мира. Вторая часть сценария, это через средства массовой информации обывателю промываются мозги о том, что там вот в период Югославии говорили, что, значит, хищные кровожадные сербы убивают бедных албанцев в Кольсово. Накануне вторжения в Ирак говорили, что якобы найдено какое-то химическое, бактериологическое или оружие массового поражения, потом его не нашли. Сейчас также бездоказательно, никому не надо ничего доказывать, просто идет промывка мозгов, чтобы обыватель поверил, что вот идет, значит, что Сирия, вопреки просто здравому смыслу, применила против постанций в мирном населении, там оружие массовое, химическое оружие. Исходя просто из здравого смысла, солдаты могли применять обычное оружие и добиться своих целей. Зачем было применять руководство этой страны с точки зрения просто нормальной логики? В этом не было никакого смысла. И мы через наши разведенные круги знаем, что у них нет просто этого оружия. И наше руководство несколько раз предупреждало американцев, не делайте опрометчивые шаги. Это просто попирание основных норм международного права. Опять же, они говорят, без решения Совета Безопасности, хотя у нас все держится международное право только на Совете Безопасности, Организации Объединенных Наций. Опять в одностороннем порядке удар провести по Сирии и решить свои проблемы или защищить свои интересы. Естественно, мы не можем смотреть равнодушно. И позиция нашего президента здесь достаточно жесткая. Есть интересы нашей страны, интересы наших друзей и союзников. Сирия – это наш традиционный, давнишний партнер на Ближнем Востоке. Я надеюсь, что наша страна не будет в стороне.